Самара готовится к 75-летию Великой Победы. Юбилей, который заставляет биться сердце чаще, но кроме радости таит в себе печаль. В каждой семье есть своя боль и утраты. Родственники, которые пожертвовали жизнью ради мирного неба над головой. Война диктовала свои правила. Константин Головин, оператор телекомпании «Самара ГИС», долгое время искал информацию о своем прадеде Николая Васильевича Головине. Для меня было очень важно найти информацию о своем прадеде, который воевал на Великой Отечественной войне. Для истории, для потомков, рода, семьи. Когда я занимался генеалогическим древом, просто было интересно. Ответственность какую-то, наверное, что мне дали жизнь, наверное, так. Найти информацию о своих героических предках сейчас стало проще. Официальные базы данных доступны в сети. На сайте Министерства обороны Российской Федерации. Достаточно только ввести имя, фамилию, отчество и год рождения родственника, и на экране монитора откроется вся доступная информация о нем. Чтобы эту память сохранить на долгие годы, в Самаре ежегодно проводят тысячи патриотических акций, в которые вовлекают молодежь. Одна из крупнейших – парад памяти. Каждый год у него новая тема. На этот раз она близка каждому россиянину – солдатская слава. Миллионы судьб живых людей, которые ушли на фронт. Кто-то смог вернуться на родную землю, а чья-то жизнь прервалась на чужбине. Но все они – герои, подвигами которых гордится огромная страна. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И мы понимаем, что солдат есть в каждой семье. Мы понимаем, что парад – это не только сам парад, это большой международный патриотический проект. 15 октября 1941-го был подписан приказ о присвоении Куйбышеву значения запасной столицы. В военные годы сюда эвакуировали всю элиту. В том числе именно здесь работал Государственный академический Большой театр. Артисты, кроме основных постановок в театре, ездили с фронтовыми концертами. Поддерживали раненых в госпиталях. Спустя годы солисты, которые сегодня служат в Большом театре, приедут на Самарскую землю. И после парада памяти дадут большой концерт в Театре оперы и балета. На парад приедут и иностранные делегации из Мексики и Болгарии. Кроме того, ожидают и российского дипломата Марию Захарову. До парада, который состоится традиционно 7 ноября, в городе запланированы патриотические акции для школьников и ветеранов. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, Василий Кладашов. События.